Привет, я Даша. Я хочу поблагодарить всех, кто волновался о моём здоровье. Мне было очень приятно, даже неожиданно немножко. Это видео последнее из цикла, посвящённых родословной. Если у тебя появятся какие-то темы для продолжения этого цикла, то пиши, и я сниму. И, собственно, я хочу рассказать о том, что я уже как-то рассказывала, но немножечко в другом ключе. Именно я имею в виду хранение информации. Я хочу сделать ударение. Даже если информация о каком-либо предке не кажется тебе важной или значимой, всё равно нужно её зафиксировать. В дальнейшем это может очень пригодиться. Я сейчас покажу тебе, что и как я, собственно, у себя храню. Одним из видов достойного хранения информации в красивом таком виде является вот такой вариант. Семейные книги. Её можно приобрести на сайте Мир Книг. Они ещё каталоги выпускают, если ты знаешь. И, по-моему, я ещё такую видела в книжных магазинах, таких как Ритру и Лабиринт. Изнутри, как она выглядит. По сути, это набор анкет. Вот такого плана. Есть место для фотографии. Указывается статус. Кём приходится. Хозяину книги, владельцу книги. Фамилия, имя, отчество, даты жизни, место рождения, адрес, телефон, если есть. Кто отец. С датами жизни, кто мать. Братья и сёстры, тоже с датами жизни. Супруга с указанием девичьей фамилии и дата регистрации брака. А также, конечно, дата жизни. Информация о детях. И вот в таком роде все анкеты состоят. Даже есть дата указания информации. Самое главное в заполнении такой книги не забывать дополнять её новой информацией, когда кто-то женится или рождает детей. В общем, также у меня есть просто обычная тетрадка. Когда я читаю мемуары или документальную литературу, выпущенную на земле предков, я вижу знакомую фамилию, я выписываю название книги, страница, на которой была указана фамилия, и цитирую предложение. Вот, например, исторические кладбища Санкт-Петербурга, страница 105-я. На этих же старинных кладбищах встречаются памятники, подписанные мастерской Торпенных Михея и сына его Ефима, скончавшегося в 1848 году. Также здесь же я описываю полностью всё, что знаю о предке. Вот, например, вся информация о бабушке с дедушкой из рода Лопатиных, как познакомились, с какого года живут, с какого года в браке, сколько детей. То есть вся вот эта вот информация. Также и отдельно о людях воспоминания о Фёдоре Трофиме в числе, справа воспоминания о Вере Игнатьевне. Также есть такие колонки, где я сравниваю какие-то привычки, фразы, движения, наследуемые какие-то вот, в том числе и болезни, и черты характера. То есть всё, что можно наследовать, здесь указано, что именно у наследовано и от кого. В этой папке, здесь прозрачная такая обложка, хранятся все входящие, то есть вот я когда переписываюсь с архивами и ЗАГСами, все их ответы, я, конечно же, храню. Они у меня хранятся в хронологическом порядке вместе с конвертами. То есть сейчас я листаю самые свежие, соответственно, в конце папки будут самые-самые первые ответы на мои запросы. Если уж прошла такая пьянка, что я стала говорить о переписке с архивами, то, конечно же, не обойтись без входящих и исходящих. А именно, указываю, допустим, вот на примере, в середине запись, в мае 11-го года, номер, что это был 8-й мой запрос, вообще, в принципе, не только именно этот архив. Я делала запрос в Красноярский информационный центр УВД о копии дела о раскулачивании моей прабабушки и ее мужа. Напротив, на соседней странице с указанием числа, когда я получила ответ 20 июня того же года, Записи о раскулачивании Читы Полякова в Красноярском информационном центре УВД нет. Запрос перенаправлен в Курагинские и Тюхтецкие районы. То есть я коротко передаю суть ответа. И так, собственно, вся тетрадь. Самая толстая папка у меня, я ее называю папка с дубматериалами. То есть это информация о гипотезах происхождения, фамилии, рода. Это история Земли, в которой родились мои предки. Это переписаны из архива данные. Какие-то данные об исторических событиях, во время которых жили мои прародители. То есть все такое. Ну, например, это старая версия древа. Гипотезы происхождения фамилии Лопатин. История развития народного образования в Ужовском районе. Село Шелобольного, в истории страны. Вот я говорила, это... Я переписывала информацию о поляковых из архива. Вот так вот они. Зеленым цветом выделены те поляковы, которые... Ростов, с которыми доказаны, и в которые внесены, соответственно, в мое древо. Не выделенные маркером, это те люди, с которыми не доказаны, но не носители фамилий поляковых. Вот, например, информация о том, что такое ревизия, сколько их было, как они выглядели. Ну, надеюсь, понятно, что здесь такая общая информация и переписи архивов. В этих двух папках хранятся метрические записи, также свидетельства о рождении, смерти и богосочетаниях рода. В синей по мужской линии, красной, соответственно, по женской. Ну, например, справка смерти дедушки моего Тропина Фёдора Трофимовича. Умер тогда-то. Ну, всё такое. Собственно, всё по времени у меня здесь распределено. В начале папки данные о самых последних событиях, в начале о самых древних. И, допустим, в одной мультифории, с одной стороны, свидетельство о рождении, вот как, например, в случае Поляковой Веры Гнательной, а с другой стороны, свидетельство о смерти. То есть я стараюсь об одних и тех же людях по соседству располагать всё это. Ну, собственно, копия моего свидетельства о рождении. В этой папке я храню ответы на свои вопросы, которые я задавала неофициальным источникам. Это какие-то люди, которые не генеологи, но у них есть опыт уже и не маленький в исследовании своей родословной. Да, я открою, чтобы было понятно. Вот. Это специализированные форумы, где я задавала свои вопросы. Это переписка с однофамильцами, ростов с которыми не доказано. То есть всё здесь. Также я храню те письма от родных, в которые есть хоть какая-то информация о породителях. Синие папки у меня по мужской линии, как видно, совсем тоненькая. Там бесполезно кого-то чего-то добиться. Женская боль обнадёживающая. То есть это электронная переписка. Ну, в основном это электронная переписка, да. С одной родственницей даже по женской линии у меня столь бурная переписка образовалась. Она как раз тоже занимается родословно. И я ей, кстати, по-моему, как-то рассказывала, когда вела речь о том, что было бы здорово найти... А! Когда говорила о пользе ведения древа в ширину, тоже не только вглубь. То есть это вот за, ну, где-то, я не знаю, за 3-4 месяца переписки. Вот такая папка, она уже переполненная. То есть вообще здесь очень много информации по родословной. Чтобы хоть как-то вдохновить тебя, я ей хочу посоветовать посмотреть передачи. И существуют две передачи, посвящённые родословной. Одна зарубежная, кажется, английская. И часто её очень показывают. К сожалению, я не помню, на каких каналах. На одном канале её называют родословной семьей. На другом канале она называется «Кто-то такой». А в оригинале я вот в титрах здесь напишу, как она называется. Есть ещё русская версия. Она уже, её уже не снимают, продолжение. Но на сайте Первого канала хранятся все выпуски. Я в инфобаре оставлю ссылку, где можно всё это найти. Я очень советую посмотреть, особенно русскую версию. Очень вдохновляет это как-то вот двигаться вперёд. На этом всё. Береги себя. Пока.